Приветствую вас и, к сожалению, ваша софиция является в корне неверной и деструктивной, в первую очередь, по отношению к себе. Задавая такой вопрос и озвучивая такой запрос к психологу, например, как мне замотивировать себя к чему-то сам, и делать что-то там, вы только лишь, только всего лишь, как бы, демонстрируете свое отношение к себе следующим образом. А со мной что-то не так, со мной что-то не хорошо, я не в порядке. Вы согласитесь, довольно тревожное и неприятное отношение, довольно тревожное и неприятное позиция, поэтому именно от нее в первую очередь, ну, не избавляться. Первое, если вы не хотите заниматься в тренажерном зале и соблюдать правильное питание, если вы не хотите, у вас нет мотива, значит, вам это не нужно. Вам это не нужно, вы этого не хотите, это идет не от вас, это идет не от ваших желаний. Вы себя наставляете, а наставление это подавление, подавление своих желаний, своих потребностей. И если вы, например, просто хотите иметь фигуру, да, ну, как бы, стройную фигуру, но при этом вы постоянно срываетесь, значит, что-то вас отвлекает. В данном случае вас отвлекает еда, но еда это все удовольствие, значит, вам не хватает удовольствия, значит, вас отвлекает то, что вы испытываете какие-то потребности. Соответственно, нужно сперва обратить внимание на эти потребности, и уже после этого спокойно заниматься всем, правильно, всем, что нужно. Дабы не предназначить, например, тренажерный зал и правильное питание в постоянную борьбу. Понимаете, какая история? Для этого требуется определенным образом подкорректировать свою деятельность, свое отношение к себе и к окружающим. Далее, вы пишите, была проблема лишнего веса. Опять же, здесь правильно сказала моя коллега Золотарова Лану, что лишний вес появляется не просто так. Либо это нарушение обмена веществ, германальный сбой, либо это вследствие защитной реакции механизма. Защитной реакции организма, простите. Соответственно, если у организма появилась потребность себя защитить, значит, что-то произошло такого, что вы восприняли вас как угрозу. И, соответственно, если вы сбросите вес, то вы либо опять его очень быстро будете набирать до тех пор, пока не устранится угроза, либо вы как-то по-другому будете получать то, что получали через заедание. Поэтому, по сути, то, что вы делаете сейчас, влечено в какого смысла. Абсолютно. Далее. Значит, сидела на диете, считала калории, правильно питала, сходила в тренажерный зал. Для чего это все? Зачем это все? Зачем? Получается, что вы не принимаете себя. Смотрите, какая история. Если личный вес рассматривать как защитную реакцию организма на какие-то внешние факторы, то вы эту реакцию организма не воспринимаете, не воспринимаете ее всерьез, отрицаете ее, то есть отрицаете свой личный вес, отрицаете себя. И, соответственно, таким образом получается, что вы не принимаете себя. Не принимая себя, вы живете в дисгармонии. И, живя в дисгармонии, вы, естественно, впадаете в зависимость от чего-то, что может дать вам эту самую гармонию. Я полагаю, что сперва нужно достичь гармонии вне зависимости от того, какой у вас свет, а уже после спокойно заниматься тем, чем вы хотите. Далее. Сейчас оказалось буквально 3-4 личных килограмма, и хотелось бы, чтобы здоровый образ жизни стал хорошей привычкой, а не от случая к случаю. Но срываюсь, тем вредно не еду на тренировки. Смотрите, вы говорите, хотелось бы, чтобы здоровый образ жизни стал хорошей привычкой. Если здоровый образ жизни привычкой у вас не стал, значит это не ваше, и вам это не нужно. И вы это понимаете. Потому что вы говорите, хотелось бы, а не хочу. Хочу – это желание, хотелось бы – это неуверенность. То, что вы срываетесь, говорит опять же о внутреннем противоречии. Если вы срываетесь, значит вы чего-то хотите, вы не удовлетворены. Нет ничего плохого в том, чтобы есть вредное. Нет ничего плохого в том, чтобы не идти на тренировки. Нет в этом ничего плохого. Если вы съели вредное, просто можете скорректировать свою деятельность, потратить больше калорий и все на самом деле. Но первое, что нужно понять – для чего вам сбрасывать лишний вес? Для чего вам, чтобы здоровый образ жизни стал привычкой «зачем?» Зачем это нужно лично вам? Ни кому-то еще, ни облику, ни другим людям. Вам. Зачем? И если вас это не мотивирует, то что вас мотивирует? Если вы этого не хотите, то чего вы хотите? Знаете, какая история? Нельзя заниматься чем-то на регулярной основе, если нет четко поставленной цели. Если делать все из-под палки, никогда ничего хорошего не получат. Я думаю, что вот так вот вам можно ответить на вопрос, да? То есть больше обратите внимание на себя, определите, что вы в себе не принимаете и почему. Постарайтесь разобраться, с чем из-за чего вы относились к проблемам лишнего веса. Исключите эту ситуацию, проблема лишнего веса уйдет и поработите с мотивационно-смезловым аспектом. Если того, что вы делаете, с того, что вы делаете. Если с чем-то у вас возникнет трудность, то обращайтесь к психологу, любому выбранному вами, и, соответственно, мы вам поможем. Понимаете, проблема мотивации любого дела, связанных с тем, что человек делает то, чего он не хочет. Либо делает то, что нужно, он понимает, что нужно, но его постоянно что-то отвлекает от того, что нужно. И человек, не обращая внимания на то, что его отвлекает, пытается дальше продолжать делать то, что нужно. В действительности, нужно позволить себе отвлечь, завершить то, что отвлекает, довести до логического конца, и уже после спокойно заниматься тем, что нужно. Ну, это работает так. До тех пор, пока вы этого не сделали, с мотивацией будут серьезные проблемы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...